История города Владивостока не такая богатая, как у Бухары или Дербента. Его размером далеко до Москвы или Киева. Но город это нашинский, имеющий множество уникальных особенностей. Чего только стоит музей, сделанный из настоящей подводной лодки, участвовавшей в Великой Отечественной войне. Городу есть чем похвастаться, есть что показать туристам. Не будем перечислять все достопримечательности, речь пойдет о другом. Ее называют первым блогером Владивостока. На улочке, где она проживала, недавно установили памятник в ее честь. Стоп, уже в этом моменте история звучит странно. Представьте, что каждому блогеру начнут ставить персональные памятники. Вот в Магадан приехал Юра Дудь. Представьте, что ему поставят памятник за вклад в историю города. Хотя, чему удивляться, есть же памятник Солженицыну в честь его трехдневного пребывания во Владике. Работал одно время с администрацией города. Обеспечивал техническое сопровождение. А раз в неделю приходило какое-нибудь торжественное мероприятие. Приезжал мэр и резал красную ленточку. И на каждом мероприятии заставляли включать песню Аллы Пугачеву «Владивосток». Причем не просто включать, а крутить по кругу, как заезженную пластинку. Все понимаем. На торжественном мероприятии композиция мумии тролля «Владивосток-2000» или «Море воды» Ивана Панфилова не очень уместна. Но неужели на праздниках в Владивостоке обязательно должны играть песни про Владивосток? Без этого никак нельзя догадаться, где находятся гости или кроме визита Пугачевой к городу нечем похвастаться. Неужели о Владивостоке больше никто не писал, кроме Элеоноры Прэй, и больше некому поставить в городе памятник? Проблема в том, что про Элеонору Прэй рассказывают буквально из каждого утюга. Едешь в автобусе – там электронный гид радует о приближении к памятнику великой писательницы. Едешь в машине – по радио расскажут о жизни и творчестве, о великом вкладе данной особы в историю города. Про телевизор даже говорить не хочется. Ее письма активно тиражируются, хотя не представляют из себя банальную семейную переписку. Там нет описания великой исторической эпохи, в которой довелось жить автору. Вместо подлинной истории города нам навязывают лубок, вызывающий отвращение. Правда, этот лубок впихивают очень старательно, что наводит на ряд вопросов – кому и зачем это надо? Жила-была американка, попавшая на ПМЖ во Владивосток. Здесь она застала русско-японскую Первую мировую войну, пережила революцию, интервенцию, была свидетелем первых лет советской власти, после чего вернулась обратно в Штаты. Вместе с мужем делала бизнес в городе, отчего легко попало в высшее общество. Связка бизнеса и местных властей дает 300% прибыли. Так было 120 лет назад, так происходит и по сей день. Супруги Прей прожили много лет в закрытом порту Владивосток, написали много писем о происходящем в нем и оперативно отправляли их куда надо. К письмам, как к литературной форме, не стоит сильно придираться. Они не претендуют на звание романа, но для получения звания литературного произведения они должны иметь хоть какую-то художественную ценность. Всего один пример. Здесь, конечно же, огромное число офицеров, как войсковых, так и флотских, князья, бароны, вице-адмиралы, золотые голуны, шевроны и медные пуговицы, столь обильные и повседневные, как мухи дома. Князья, бароны, адмиралы, как мухи дома. Чудесная метафора, не правда ли? Ее бы стихотворение Маяковского, громящего буржуев и их прихлебателей. Но на дворе 1894 год, и дама пишет о своих друзьях, о том самом высшем обществе, которое посещала Элеонора и которое заходило в гости к преям. Мне приходилось принимать двух вице-адмиралов, капитана высокого ранга, барона и бог знает кого еще, но я жива и рассказываю об этом. Можно подумать, что после чаепития с офицерами ее должны были расстрелять из миноноски. В гробу перевернулся Солженицын от зависти перед таким эмоциональным описанием. В письме от 17 июля 1894 года идет описание бала на борту крейсера «Адмирал Нахима». Барышня рассказывает о том, как боевой корабль превратили в танцевальную площадку, украсили настоящим фонтаном и садом, чтобы адмирал мог отдохнуть со своими гостями и насладиться женским обществом. Ровно как дуть из окна джипа не смог увидеть окружающую его колымскую действительность, так и Элеонора не смогла рассмотреть матросов, которые все это делали. Получая зубы тычные и хамские отношения, военнослужащие Тихоокеанского флота занимались построением на борту боевого корабля, танцплощадки и фонтанов. Неудивительно, что через 10 лет флот потерпел поражение от японцев. В письме от 6 марта 1895 года есть потрясающий пассаж, описывающий положение солдат в гарнизонах. Идет Великий пост, и солдат заставляют ходить в церковь на протяжении трех дней, утром и вечером. Им очень повезло, залив Золотой Рог, хорошенько замерз, и лед еще не успел вскрыться. По льду из дальних гарнизонов до церкви всего одна миля, а в случае вскрытия льда и пешком необходимо топать вдоль всего берега, по 5 миль в каждую сторону. Наша блогерша очень радуется. У священнослужителей должно быть, дела идут веселее, когда им приходится отпускать грехи за год сразу тысячам солдат. Что это за причащение для верующего, когда он исповедуется строем и сразу за год? Это уже не религиозный обряд, а бюрократическая формальность. Стоит ли удивляться судьбе церкви, постигшей после того, как эти солдаты взяли власть в свои руки, избавившись сразу и от эксплуататоров, и от священников, окормляющих паству подобным образом? Существует исторический анекдот про французскую королеву. Когда ей передали жалобу, что у людей нет хлеба, она порекомендовала вместо него есть пирожные. Вот и Леонора в своем письме от 6 мая 1895-го пишет про скандал в прессе. Мол, зря пишут, что русские солдаты скудно питаются. На самом деле их очень хорошо кормят. Им дают русский суп из овощей и мяса с черным хлебом, который на самом деле очень вкусный. Не смотрите, что хлеб черный. Интересно было бы посмотреть на водам после того, как ее на протяжении хотя бы одного года каждый день кормили русским супом с черным хлебом. Правда, стоит отметить, что для солдат подобная кормежка действительно была вполне приемлемой. Ведь в солдаты набирали людей из крестьянских семей, где регулярно случался голод, и многие из них впервые попробовали мясо именно в армии. Большая просьба к зрителям при слове «мясо» не рисовать в своем воображении хорошо прожаренный стейк из мраморной говядины. Лучше вспомнить фильм о восстании на броненосце Потемкин из-за червивого мяса. Хотя тот случай произошел в 1905 году, через 10 лет после описываемых событий, но не стоит думать, что ситуация на Черном море чем-то отличалась от Японского моря. Везде было одно и то же, несмотря на расстояние в 10 тысяч верст и 10 лет разницы. В письме от 2 ноября 1895 года блогерша описывает грандиозный салют в честь годовщины правления Николая Кровавого. Замечательное письмо тем, что в нем перечисляется полный список кораблей, стоящих в бухте, и количество орудий на батареях. Она, не стесняясь, фотографировала боевые корабли, береговые укрепления, портовые сооружения и пути подвоза. Милое такое письмо из закрытого порта Владивосток. Многие смеются над советской шпиономанией и репрессиями за сотрудничество с японской разведкой. Однако, не пройдет и 10 лет после описываемых событий, как порт и его укрепления обстреляют японские крейсера. Но про это чуть позже. Сюжет письма 21 октября 1899 года напоминает клипы группы Ленинград о том, как девушки ищут себе лабутены, кожаные сумки Прада и тому подобное. Преи поведала историю о том, как она купила себе жакет. Заказала его доставку на дом, потом понеслась в нем на работу к мужу и, наконец, еще три раза успела одеть его за вечер. Очень интересное письмо, что с исторической точки зрения, что с культурно-воспитательной. Эмоция барышни, конечно, понятная, как понятны ее желания поделиться ими со своими близкими в письме. Но зачем об этом знать непричастным людям? Это сугубо частная переписка, для чего ее было публиковать? Если нет исторической и культурной ценности в этом письме, то, может, из-за идеологической составляющей? Неужели только для того, чтобы показать, как взрослая, замужняя дама бегает по городу и хвастается новой тряпочкой? Незамысловатый пример правильного поведения для подрастающего поколения. Письмо от 9 февраля 1901 года повествует о нравах того времени и отношениях в высшем обществе. В театре задержали начало спектакля из-за отсутствия лица в вип-ложа. Все терпеливо сидят и ждут. Но тут появляется главнокомандующий и, отвесив поклон, дают команду начинать представление. Все сидящие в зале поприветствовали его аплодисментами и поднятием с мест. Элеонора очень обрадовалась, что смогла увидеть подобное. Это стоило увидеть, хотя, конечно же, все это заняло не более нескольких секунд. Прямо как в пословице, ничего слаще морковки не пробовала. Обрадовалась секундному поклону высокого начальника в сторону ожидающего его зала. Всего-то полчаса пришлось подождать. Ой, что было бы, если бы сам император помахал платочком с борта корабля? Пришлось бы вызывать впечатлительной даме карету скорой помощи. 1904 год. Начало русско-японской войны. Вражеские крейсера обстреляли Владивосток и у Преи есть письмо по этому поводу от 6 марта. В нем жена бизнесмена посчитала, сколько снарядов выпустили по городу, умножила их на стоимость каждого в отдельности и перевела в золотой эквивалент. Налет обошелся по меньшей мере в 100 тысяч золотых долларов и унес жизнь единственно бедной женщины. Воистину, война ужасна. Современный блогер после подобных расчетов обязательно добавил комментарий о том, что лучше бы японское правительство потратило эти деньги на пенсионеров. 1918 год. Чехословацкий корпус захватил власть в Сибири и на Дальнем Востоке, уничтожил городской совет Владивостока, чему очень радуется гражданка США в своем письме от 2 июля. Она пишет «Двадцать минут одиннадцатого чехи выставили штыки и советы вылезли чуть ли не на своих грязных коленях. Никогда за все годы, что я прожила во Владивостоке, я не видела его таким счастливым. Порочный круг, который красные возводили вокруг него, был разорван. Ох уж эти красные, все такие грязные, порочные, да как они посмели избираться и быть избранными. Быдлу место встойли, а править должны элиты в нарядных одеждах и с чистыми помыслами. Ведь всем очевидно, что рабочие с крестьянами ленивы. Даже собственную одежду ленятся постирать. Эти богодулы посмели ввести восьмичасовой рабочий день. Таких людей нельзя допускать к управлению страной. Только тот, кто не поленился заработать миллион долларов, годится на подобную должность. Но шутки в сторону. Город захватили иностранные войска, представляющие себя отдельные взбунтовавшиеся банды солдат, не стесняющиеся заниматься мародерством и расстрелами местных жителей. Обратите внимание, большевики всего полгода у власти. Единственное, что они успели сделать, это объявить мир и раздать землю крестьянам. Что может быть более порочным в глазах идейного капиталиста, чем декрет о мире и земле? Данная ситуация может легко повториться и сегодня. Стоит рабочим объявить о переходе на шестичасовой рабочий день и принять участие в управлении страной, как тут же найдутся желающие утопить в крови это поползновение. А пропагандисты на службе у капитала о кизмистоземной начнут лаять о грязных ленивых рабочих, незаслуженно потребовавших себе часть создаваемого ими продукта. Вслед за чехами во Владивостоке высадились остальные интервенты японцы, французы, британцы, канадцы, ну и, конечно, американцы. Как такому не могла не обрадоваться наша блогерша? И современные читатели должны радоваться вместе с Леонорой Преей. Радоваться высадке американцев. Они ведь несут с собой демократию, свободу для предпринимательства, искореняющие во всем мире запрет на эксплуатацию человека человеком. В письме от 9 ноября 1918 года есть еще один повод для восторга. Наши ребята ведут пленных немцев на работы и подгоняют их, чтобы быстрее шевелились. Вот вам и отношение к пленным, вот вам и Женевская конвенция. До конца Первой мировой осталась всего неделя, а американские солдаты используют принудительный труд военнопленных. Причем труд пленных, доставшихся в наследство от русских, а не взятых на фронте в плен самостоятельно. Гражданка Прэй очень любит музыку. Ей повезло, что во время оккупации Белочехи дают концерты для коллаборационистов и лояльных им граждан. В письме от 7 декабря 1919 года она восторгается полковыми оркестрами, в которых выступают музыканты из самой Вены, Будапешта и Праги. А грязный театр и город недостойны таких звезд и столь великолепной музыки. Это роскошь, о которой Владивосток не имеет права даже мечтать. Миссис Прэй при этом не смущает, что буквально в двух предыдущих письмах она описывала перестрелку и медсестру, вытаскивающую под обстрелом раненых прямо в центре города, набережную, заваленную трупами гражданских и военнослужащих. Но это все мелочи. Кому война, а кому-то нужен чистый театр и красивая музыка от музыкантов из лучших оркестров Европы. Еще американскую бизнесвумен порадовали бесплатные билеты на концерты, которые чехи выдавали своим союзникам. То есть в этом письме она прямо признает свою причастность к интервентам. Единственное, что спасает гражданку Прэй от обвинения в коллаборационизме, это ее американское гражданство. Она вроде как и не обязана защищать чужую родину. Главное, чтобы читающий ее письма не забывал об этом маленьком факте. Наступило окончание гражданской войны. И в письме 20 октября 1922 года описывается эвакуация войск. Бегут и представители оккупационной администрации из бывших местных элит. Ну а кто еще может попасть на британский пароход, да еще с телегой домашнего скарба. Явно не вдовы с малолетними детьми, о судьбе которых Элеонора писала в Красный Крест 27 июня. В советских фильмах великолепно передали картину эвакуации белых из Крыма. Как уже говорилось выше, не столь велика разница между Черным и Японским морем. Но вернемся к гражданке Прэй. Она переживает за людей, навсегда покидающих Россию и отдавших всю жизнь на службу Родины. Вот только переживает она за конкретных людей, которые служили Родине весьма специфично, угнетая собственное население. А людей, успевших послужить оккупантам, избежавших вместе с ними за границу. Чует кошка, чье мясо съела. От того и бежит. Как можно дальше от возмездия. Знает, что ждет ее от благодарных соотечественников. В письме упомянут Петр Утенбергер, сын генерала и бывшего губернатора Приморской области, подавшийся на службу во французскую армию в 18-м году и вернувшийся на Родину вместе с интервентами. После вывода французских войск из Владивостока в 20-м году он остается с армией Колчака, бывшего адмирала, а на тот момент британского офицера. После эвакуации в 22-м он продолжил свою службу в Шанхае, активно борется против Советской России. С 1933 года принимает гражданство Германии. Там как раз нацисты во главе с Гитлером пришли к власти. После чего перебирается на оккупированную японцами территорию Северной Кореи, где и прожил до 1945 года до высадки советских войск. После чего быстро драпает в зону американской оккупации южнее 38-й параллели. Один из его сыновей также решил послужить Россией, отправившись в 1941 году на службу Третьего рейха. Есть версия, что служба у него закончилась на Восточном фронте в том же году. На том самом фронте, который создавался с целью уничтожения всех русских и освобождения территории для немецких колонистов. Кстати, наш творческий коллектив принимал участие в создании мемориала, посвященного героям-тихоокеанцам, погибшим при освобождении Кореи от союзников фашистской Германии. Можете посмотреть фильм, посвященный его созданию. Линк под роликом. Самое интересное в письмах Элеонора Прэй – это истории про кровавый сталинский режим, про то, как людей сажали ни за что, без всякого повода. На дворе 29 февраля 1928 года, и ГПУ хватает около 300 человек, без всякого повода и причины, и отправляют в тюрьму. Естественно, никто не знает, за что их арестовали и почему держат за решеткой. Единственное преступление, в котором можно заподозрить этих уважаемых людей – это связи с иностранцами. Любому интеллигентному человеку доподлинно известно, что в связях с иностранцами нет ничего плохого. Ну подумаешь, буквально только что иностранцы из 14-х государств оккупировали полстраны. Ну подумаешь, пол Сахалина заняты японскими войсками, а на границе каждый год проходят боевые столкновения. Вы не понимаете, это другие иностранцы. Интеллигентный человек не станет общаться со шпионами, для него противна любая форма доносительства. Бедняк бы еще в связях с японской разведкой обвинили. Далее читаем, что в городе организована контрабанда наркотиков. Выходит, что из-за границы незаконно ввозили опиум, а значит, без участия иностранцев тут никак не обошлось, и повод у ГПУ имелся. Причем повод не надуманный, а вполне реальный международный картель и наркотрафик. В следующем письме читаем, что Леонора решила разобраться с надоевшими соседями. Надеюсь, никто не подумал, что интеллигентная дама накатала донос в органы. Зная, что письма, отправляемые за границу, читают органы безопасности, она пишет своей тетке в Китае, в тот самый город Шанхай, где находится центр белой миграции и служит сын бывшего губернатора. В письме сообщается, что ее соседи занимаются контрабандой наркотиков. Естественно, что органы безопасности тут же отреагировали и провели у соседей обыск. Наркотики, конечно, не нашли, но через пару недель нашелся другой повод посадить граждан, перешедших дорогу Прэй. Вот так интеллигентные люди замысловато стучат в органы и избавляются от нерадивых соседей. Не дай бог вам жить по соседству с подобными интеллигентами. Надеюсь, у зрителей сложилось достаточно полное представление о творчестве Леоноры Прэй и нет необходимости разбирать все ее письма. Из приведенных примеров вырисовывается четкая картина, почему их автор стал востребован в современном обществе, настоящей героине нашего времени. Для этого сложились все необходимые составляющие. Прежде всего, Леонора является антисоветчицей, а в современной России это обязательно условие для поддержки со стороны государства. Семейство Прэй занималось малым бизнесом, что превозносится в буржуазном обществе как великое достижение. Как говорил бывший премьер, идите в бизнес. Помимо успешной спекуляции, стоит отметить модную ныне блогерскую деятельность. Тиктока с инстаграмами тогда, конечно, не было, но фотоаппараты уже изобрели, а блоги ввели в газетных колонках. Сейчас многие мечтают стать богатым блогером путем высказывания личного мнения по любому вопросу и рекламу модных брендов. Элеонора – наглядный пример успеха. Она описывает, как ей все хорошо удается, на какие шикарные пати ее приглашают, как все красиво выглядит, нарядные платья, балы, красавицы, лаки и юнкера. Читатель сам дорисует картину в своей голове. Мол, если бы не большевики, то за сто лет, прошедших с революцией, бизнес и блогерство развились бы настолько, что сегодня каждый второй житель страны зарабатывал бы себе на жизнь блогерство, ну или как минимум стал бы коммерсантом. Вторая же половина граждан, состоящая из лентяев и неумех, будет вынуждена работать на хозяина. Как там в поговорке, если бы до кабы, до ворту росли грибы, то был бы не род, а целый огород. Читателю, нафантазировавшему себе прекрасный мир хруста французских булок, объяснять что-либо бесполезное. Его не убедят экономические отчеты, статистические данные, можно сколько угодно приводить в пример Мексику и Сенегал. Он вам легко парирует, что в Мексике неправильный капитализм, поэтому дают неправильных бизнесменов и блогеров. А вот в Америке капитализм правильный. Там Илон Маск и Цукерберг с Джобсом. Ну и пусть, что штаты со всеми воюют и всех грабят. Мир несправедлив. Довод о том, что даже в штатах таких успешных предпринимателей один на миллион не поможет переубедить мечтателя. Розовые очки спадут только при столкновении с реальным положением дел в стране. Только тогда человек сам начнет искать ответы на вопросы. Почему так получилось и что делать? Необходимо упомянуть мещанскую составляющую писем. Автор с упоением описывает, у кого какие экипажи, чем запряжены и как одеты кучеры. Перечисляет, что и за сколько оно купило, во сколько и обошлось нанять слуг и как хорошо оно их вышкалило. Восторгается сапфирами и бриллиантами на церковной утвари, восхищается богатствами церковных одежд. Прямо как сегодня написано. Это вам никого не напоминает? Подобное поведение осуждалось в СССР. Оно считалось недопустимым. Мещанство высмеивали в книгах и кино. Такие речи можно было вести только на кухне, и то не на всех. Культурный уровень советских домохозяек находился на недосягаемом сегодня уровне. И не каждая хозяйка позволяла судачить о таких вещах. Не стоит удивляться, что капиталистическое государство активно навязывает творчество Элеоноры Прэй из-за идеологического наполнения. В письмах гражданки Прэй много интересного, ведь они охватывают целую эпоху. Их рассмотрение потребует очень много времени и сил для всестороннего анализа. Если подписчикам канала данная тема интересна, то напишите об этом в комментариях. Это послужит сигналом для нашего маленького творческого коллектива о необходимости продолжить работу в данном направлении. Поехали. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok